итак ребята всем привет сегодня мы будем копать вот такой вот местности и так в поисках я новой ямы дымовой приблизился я вот существующей церкви красивая большая церковь и вот хожу я здесь вот в поисках перспективы на хорошую ямочку вот неплохая яма но подозрительно тем что она очень большая такие большие ямы я пропускаю мимо и хожу более-менее подыскиваю местечко чтобы она не очень было большое здесь вот холмы яма на яме яма 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 кругом ямы вот одна из них должна быть у нас перспективной но не знаю какая именно и хочу вам показать специально взял камеру прогуляюсь немножко вот нашел я вот такую сапуточку это у нас от стеклянного фужерла за за крышка но к сожалению здесь вот от колта а так очень красивая вещица вот и здесь же здесь же я нашел монетку где-то здесь вот она у нас имеется сейчас мы болят без спины сейчас уже ее не найду где-то здесь знаю наперёд что это монета это звенит а где именно что-то не пойму даже тяжело найти пином вот на монета нашел надеюсь это царик так да это нас царик я по ней лопатой шмякнул до чистого металла и это у нас две копеечки две копейки 1914 года вот такой вот неплохой сохранчик забираем забираем первая монета на сегодня погуляем мы здесь еще немножечко по этой местности холмов здесь очень много дымовых ям много но к сожалению здесь сколько я информация набивал здесь она николаевская последнего царя так что если здесь монеты будут то скорее всего николая на так смотрим итак ребята решил я вам показать чистый сигнал на макро рейсер который показывает именно царские монеты 94 чёрки но 495 как бы ты не менял угол наклона катушки макро рейсер царские монеты которые более-менее большого размера он показывает именно так сейчас мы с вами посмотрим и убедимся в этом так все да я был прав и эта монета монета большая классная так это у нас николаевский формат размером это пятак кучерява это у нас пятачок 1911 года классная монета меня этот сигнал очень обрадовал и я его с удовольствием копнул и не зря копнул вот такая монета забираем конечно же забираем смотрим итак у меня находка но находка смурдячного плана это у нас вот такая вот интересная предмет конской упряжи возможно у дела но я такие встречаю первый раз она не кованые здесь такой то ли декор то ли что приспособа интересная вещица я конечно первый раз с такими вещами встречаюсь так что если кто знает что что это вот такое от какой части даже не знаю ладно оставляем здесь такое железо я не понимаю что это блин прибор упал ну ладно пойдем дальше и так иду я вдоль вот такой вот старой дороге я предполагаю что она и существовала раньше вот она ведет у нас там вдали имеется кладбище вот на кладбище и я вот думаю эта дорога старая решил пройтись по ней и у меня был сигнальчик прямо на обочине и я могу с уверенностью сказать что это крестик крестик почему потому что смотрите какой слепок слепок от креста лепестка прям очень хороший даже ушко здесь отпечаталась вот даже на земле видно молитву значит где-то здесь где-то здесь где-то здесь у нас имеется крестик сейчас мы с вами будем искать его так какая-то лабуда непонятно почему интересно ладно я думал крестик ну почему-то я его не вижу это крестика ладно сейчас внимание итак нашел я все-таки свой крестик лепесток который вам показывал вот где-то здесь вот он вот он крестик лепесток маленький-маленький насильный женский крестик лепесток сохранчик не особо хороший даже какой-то удручающий нижняя часть поломана ну ничего находка нашлась продолжаем продолжаем итак у меня очередная находка здесь вот у меня на шурфе выпал сигнальчик и вот она у нас монета монет у нас царская по размеру две копеечки две копеечки 1916 года сохранчик просто обалденный батина ровная никаких язв на монете нет ровная проглядывается все элементы на орле так что неплохо неплохо выпал такой от монетоз забираем забираем итак выбрасывал я второй штык лопаты из шуфа засыпочка такая сухая идет и выпал такой кругляк сухой чистенький аккуратненький вот такая вот трешечка трешечку у нас 1915 года сохранчик тоже шикарный когда этого я поднял душечку обалденная монета в принципе шурф принципе заложил я ровненько аккуратненько сбоку дымовой ямы как раз где находится красный угол в доме так что будем продолжать бить этот фундамент вот имеется у нас вот такая вот керамика здесь так что конечно хотелось бы черный но черный к сожалению нету вот как как я говорил здесь дома были во время николая и походу на только 1 одно поколение здесь у нас было вот при царе николая плюс здесь встречались еще и советики а советики до где-то двадцать шестого года так что после революции отсюда люди ушли была речка вон там он она как бы практически пересохла русло небольшое вон там она отканчивается так что как пересохла здесь речка и они ушли продолжаем фундамент свой бить и так у меня очередная находка вот из этой ямки из этой ямки у меня выпал кругляшок и это у нас монета монета причем это царская монета две копеечки год сейчас я вам скажу 1906 год зачетная монета немножко подтертая со стороны орла хотя может отмоется не знаю нет орел потерт все равно немножко вот сегодня все монеты у меня николай советиков нету даже не знаю радуются нет но советики отсутствует я грубо говоря рад вот с этого фундика я уже поднял три монеты царской ну все конечно на втором на третьем штыки лопаты так что продолжаем копать возле вот неподалеку у нас находится церковь красивая церковь между прочим вот в этих кустах вот в этих кустах мне говорили что были зажиточные люди мордва так называемая но не знаю там я ходил гулял сопутка есть раз различного рода но к сожалению не то что хотелось ладно продолжаем шурфить если шурф не надоест а такое у меня часто бывает пойду просто погулять вот по этой красивой местности ладно смотрим интересное будет он там он вдали у нас барашки пасутся незнача посмотрим камера сможет увеличить настолько о камер хорошо снимает вон пасух вот вон там позади имеется кладбище а это барашки у нас барашки довольно таки далеко далеко камера хорошо увеличивает зачетно зачетно ладно продолжаем в поисках потеряшек а возможные клада и так сигнальчик был не пойми какой прыгал даже в 90 и до 50 в этом пределе даже не хотел копать но все-таки решил копнуть и выпал у меня вот монетка вот монетка у нас лежит сейчас мы будем ее смотреть что это монета монета царская царская монета 1 копеечка 1 копеечка сейчас фокусируем что у нас за монета вот к сожалению не видно но это царская монета возможно также как и все предыдущие монеты николаевские такая монета зачетно забираем ее с собой хотя сейчас может все-таки добьюсь я года узнаю просто самому любопытно неужели мне сегодня все николай абсолютно все монеты николаевские ну да это тоже у нас хотя вам наверно не видно проглядывается 1900 и нолик последнюю цифру не видно не видно последнюю цифру нет видно видно почистил я и это у нас 1914 года вот такая от монетка копеечка снова николай сохранчик как и все остальные просто шикарный здесь все монеты хорошем состоянии находится в чистой земле никаких здесь удобрений не было ничего такого все монеты в очень хорошем состоянии ладно продолжаем и так у меня наконец-то монета наконец-то почему я так говорю потому что я говорил что у меня сегодня одни царики но нет был сигнал в бегал по воды и очень здорово 60 70 80 вот были бы прибор который показывали точно монеты какого достоинства и какой материал так как вы видите так сейчас мы посмотрим с вами вон видите так не знаю видно вам нет где она вот она вон она лежит фокус не хочет вкусе рацион видите еще глубоко находится судя по всему это у нас советик по гербу видно что это старый герб будем доставать будем доставать оба достали и смотрим что это у нас золото партия золото партия судя по размер 3 копеечки чистим 3 копейки год год 31 вот такая монета у нас только что вышла из подземелья в прямом смысле прям в эфире давно на солнышко не видала вот теперь она солнышко видит вот такая зачетная монета в очень хорошем состоянии все проглядывается в общем классная монета забираем конечно же забираем и до этого я подымал пуговку пуговка обычная солдатская такая вот со звездой с ушком состояние просто замечательная так что такая пуговка еще ерунду я снимать не буду мне охота постоянно заряжать камеру по всякой ерунде но когда что-нибудь ценное будет выпадать такие как монеты или крестики конечно сопутку буду показывать ну а так продолжаем так ребята будут заканчивать свой коп время еще у нас в принципе предостаточно всего-навсего 5 часов доходит погода сейчас как раз самый супер погулять походить солнышко садится ветерок прохладненький прям вообще супер работал на сегодня прибор макро рейсер вот по находкам у меня сегодня просто замечательно в прошлый раз мы здесь с андреем комрадом который мирный копатель ходили собрали всего по пару царских монет вот сегодня удача была на моей стороне собрал я вот такое количество монет собрали мы в основном царики царская монета 5 копеек 5 копеек зато затем 3 копейки 1915 года 2 копейки 1916 года двушечка у нас 1914 года затем двушечка 1906 года и копеечка 1900 по моему сейчас я не скажу не помню по моему шестнадцатого года трешечка золото партии 1931 года вообще в хорошем состоянии такая пуговка морская с якорем советская пуговка советской армии и крестик лепесток и вот самое зачетное что у меня сегодня тачок 1911 года очень классный собранчик принципе все монеты очень хорошем состоянии просто напросто замечательно все забуду заканчивать свой дом нужно ехать домой срочно возникли кое-какие проблемы нужно их решить так что всем удачи всем пока подписывайтесь на мой канал комментируйте мое видео ну и конечно лайкайте все всем пока и и и у Субтитры создавал DimaTorzok